Сделать укладку, оформить брови и приготовить блюда – это не конкурс на лучшего визажиста или повара, а итоговый экзамен будущих парикмахеров, косметологов и поваров-кондитеров. Из-за обстрелов приграничья площадкой для аттестации студентов стал старооскольский техникум технологии и дизайна. Сначала стрижка, затем сушка, пара штрихов утюжком, и вот прямые волосы манекена превращаются в упругие локоны. Екатерина Серлива из Ивне заданием справилась быстрее всех. Парикмахерскому искусству из-за обстрелов училась дистанционно. Признаётся, в таком формате трудно постигать профессию, в которой практика – основа. Нужно, чтобы преподаватель объяснял, с тобой работал. Нужно больше практики, а на дистанционке будет мало клиентов. А если в самом техникуме, там постоянно приходят разные клиенты, и на них мы практикуемся. Преподаватели от дистанта тоже не в восторге, но безопасность студентов важнее. Поэтому разные техники отрабатывали дома. Главное – иметь под рукой материал. Хотя, конечно же, контроля наставников не хватает. Это всё-таки парикмахеры. Они должны работать руками, и преподаватели должны доносить, именно показывать, рассказывать. Где-то поправлять руку, где-то поставить руку нужно. В соседнем кабинете будущие косметологи проводят бьюти-процедуры. Модели – студентки младших курсов техникума. Преображение началось с глубокой чистки лица и увлажнения. Следующий этап – коррекция, оформление и окрашивание бровей. Сейчас я выполняю коррекцию бровей. Выщипываем бровки пинцетом. И после обработки, ну, после выполнения коррекции обрабатываем кожу, показываем результат клиенту, нравится, не нравится. С самого детства очень сильно любила брать мамы косметику, краситься. Сейчас косметология у нас, ну, в целом спектр бьюти-услуг очень популярен. Каждая девушка, можно сказать, хочет выглядеть очень красивой, следить за собой, быть ухоженной. После техникума в раздумьях поступать на высшее медицинское образование и стать уже полноценным косметологом. Руслан Рогозин уже работает поваром. Именно это, уверен, парень дает ему фору на экзамене. Процесс готовки считает своего рода искусством и мечтает стать шеф-поваром. Я, так как уже более человек профессионально подкованный в этом деле, намного, по моему мнению, успешнее выкладываю блюда, чем мои, допустим, антокрупники, которые не работают пока что по профессии. За выполнением заданий следят эксперты из других учебных учреждений и представители малого бизнеса. Выпускной экзамен в техникуме технологии и дизайна сдавали 113 поваров-кондитеров, 95 парикмахеров и 36 косметологов из Старого Оскола, Белгорода, Дмитриевки, Яковлевки и Вейделевки.